Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы готовы кончить на вас всего за пинту пива Победим бедность, даешь дешевые наркотики Победим бедность, даешь дешевые наркотики Бежим! Тусовка! Бежим! Бежим! Бесстыдники Белл у меня знакомый Мы звали его Бобби Банкоматом Таксист И ужасный выпивох во всех смыслах Он постоянно отключался И просыпался в странных местах Однажды он проснулся в подвале Собора Манчестера И не помнил, как туда попал Да уж, дьявольская водичка Это ужасная штука Дебби! Открой! Фрэнк! Да Филипп Галагер здесь? Нет, он тут больше не живет Иэн Галагер? Полагаю, Дебра Галагер тоже переехала? Нет, она здесь Я ее позову Не нужно Мне просто нужны доказательства К тому же тут есть Лиам Галагер И Стелла Галагер, верно? Можно спросить, в чем дело? Бернард Уайт Отдел соцобеспечения Минутку, пожалуйста Фрэнк! Собес! Что? За дверью Не открывай Они как вампиры Если не впустить, они войти не могут Поздно И я уже ему сказала, что Иэн и Липп тут не живут И что? Мы по-прежнему получаем за них пособие Это не к добру У нас тут ходячий покойник И его жена Покойная жена тоже идет Привет Я хозяин дома Вернанд Фрэнсис Галагер? Да, слушай Не обращай внимания на то, что сказала моя жена Ну, совсем поехала Были времена, ее бы уже оттащили в психушку Теперь сообщество заботится о своих и все такое Мистер Галагер Да Кража пособия – это преступление, а не повод для шуток Нет, нет, ну давайте спишем это на канцелярскую ошибку Дурацкие компьютеры и все такое Прошу вас Какого хера? Доброе утро, Мина Как дела? Немного устала из-за вчерашней вечеринки И я до сих пор зла Там был симпатичный мальчик, но Дебби попался ему на глаза первый Он к ней подкатил, но она начала выделываться Я не такая девушка, в итоге он свалил и напрасно В общем, она все испортила Ты и правда хотела это знать, или ты хотела завязать скучный разговор? Скучный разговор Какие у тебя планы, Нади? Будешь сидеть на нашем диване, задрав ноги и смотреть наш телевизор, есть нашу еду, как и раньше? Нет, у меня дела и встречи Да, конечно Итак, подведем итог Вы получаете пособие за пятерых детей, которые тут больше не живут Никто из вас не пытается трудоустроиться Несмотря на то, что вы указали в анкете, мистер Галлогер, вы не прикованы к инвалидной коляске Инвалидность – это скорее состояние души У нас неприятности? Можно и так сказать Она была лесбиянкой Прошу прощения Какое-то время уехала от меня, жила с существом, которое сейчас во дворе И? Не знаю Просто решила, это может помочь И получу какую-то компенсацию Правильно, уходите Мы вам позвоним Да, вернись к своей приятной жизни и жене с детьми Снять с себя рубашку, забирай Все мечты, которые у меня были, оказались в подгузниках детей пособия Пособия, пособия Оглянись, ты видишь тут сраные пособия, или нет? Знаешь, кто ты? Полнейший придурок Да у немцев есть подходящее слово Гитлер Ты что, плачешь? Просто ваши слова О том, что я придурок Вы правы Моя жена то же самое сказала, когда покинула меня утром Черт возьми Причем в мой день рождения Подарок хотя бы подарила? Да Ну вот хоть что-то хорошее Видеозапись, на которой она трахается с соседом Боже правый Погоди, погоди Ты не можешь провести день рождения, не выпив Идем, зайдем на нейтральную территорию И раскурим трубку мира Идем Погоди, я только куртку возьму Погоди, сейчас вернусь Приходи, сестрица Отличные новости Жена жирного Донни узнала про него и стриптизершу И очень плохо это восприняла Его отвезли в больницу вместе с малышом Донни В пакете замороженного гороха Понимаешь, что это значит? Что? Он играл правого защитника Я не буду греть лавку Это ужасные новости Ты дерьмовый играешь Неправда Ни хера не умеет целиться Да и позиции выбирать тоже Шейн, заткни ебало и разбери покупки Микки? Да Ключевой элемент защиты – разметки зон Тебе не нужна херня про безголовых куриц Помечай свою территорию Забей Попроси отца объяснить, когда он вернется домой Морин Патрик Ты очнулся? Что тут происходит? Ты полна сюрпризов Можешь меня развязать Я не жалуюсь на извращенные штуки Просто я даже не помню, как я сюда попал Ты немного перебрался выпивкой Поэтому я решила, что тебе лучше заночевать В чём дело? Я надеялась, что ты мне скажешь В этом весь смысл Ты должен понять А ты как думаешь, в чём дело? Должен признать, дорогуша Ты меня подловила Дашь подсказку? Давай, Морин Развяжи меня Довольно уже Морин Да брось Эй! Спасибо, мистер Галгер Простите, я не хотел так расчувствоваться Ничего Просто всё сложнее удержать себя в руках Сорокалетие Поход жены Работа Я стяжу себя Того, кем я стал Но измениться никогда не поздно При твоём-то положении и влиянии И усилиях, конечно Ты можешь помогать людям Например, тем, кто совершил ошибку в заявке на льготы Я не могу проигнорировать мошенничество Что? Что-чего? Я говорю в общем Боже Какой мразью Ты меня считаешь? Простите, я не хотел сорваться Ничего Без обид Две пинты, Карен Повторит? Да, спасибо Фрэнк И две ешки, Карен Буддисты все одинаковые Им на всё насрать Они думают, что их ждёт прекрасное будущее Они не боятся смерти Да, у меня седые волосы на лобке Я ближе к концу, чем к началу Но главное то, как ты запомнишься Как Геолд Дерьмовые песни Но он накормил детей Это настоящее наследие Любовь Любовь Да Да Любовь Да 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 Чего уставился извращенец? Кажется, я пьян Кажется, я теперь всё понимаю, Фрэнк Главное это любовь К тебе Ко мне Ко всем Любовь Любовь важнее всего, Бернард Это патока, которая скрепляет всех нас вместе Почему она меня ударила? Я просто хотел поделиться любовью Мне просто нужна любовь Спокойно, Тигр Тебе нужна любовь, и ты её получишь Главное это любовь, брат Любовь А потом мы решим, как ты можешь помочь другим людям Да Спасибо, брат Боже, надеюсь, нас не ждёт замужество с кем-то подобным Красиво Настоящее? Подарок Боже, наверное, он богатей Обращается со мной, как с принцессой Здорово Да Но иногда тяжеловато В смысле? Да нет, ничего Как там Джейми? Да уже лучше Подлинная любовь едет по гравийной дороге И прочая херня Всё будет хорошо, не переживай Ничего не усложняем и играем внимательно Забиваем быстрый гол и держим мяч Играем широко, растягиваем их защиту Микки Ау Да, да Без проблем Сзади плотнее, края Понял Давайте их взъебём Да Начинается Задолбал, Микки Что? Где ты был? В середине? Там Правый край защиты, блядь Понял Не рви на себе волосы Сраные хитни На что он показывает? Ша, блядь, Микки Шейн, Шейн, вразуми его Его носят по сторонам Мама, ты меня позоришь Уйдите с поля Я его мать Вратарь, вратарь Вратарь Где тебя носило? Микки Микки Типичный случай Я жертва Я рада тебя видеть, Стэн Спасибо Она рада, потому что её перевели Норфолк Перевели? А как же квартира? Три Амиго Мы Один за всех И все за одного Это три мушкитёра Ты меня понял Тебе что, прибавку предложили? Если бы Так не уезжай В Норфолке дерьмово Тебе станет скучно Ну да, ведь работа с незадачливыми копами Это сказка Ты-то не собираешься сбежать? Нет Здесь ещё есть то, ради чего стоит остаться Я про Дебби Я её видел Возможно, ещё что-то и получится Ну, не знаю По-моему, она всё решила Стэн Стэн Ты не знаешь женщин Я подумываю совершить Вышенный романтичный жест Три ноль Три, блядь, ноль Они не крутые Мы можем их победить Не разбегайтесь Оставайтесь на позициях Держите мяч И Микки Да Заебал Что это значит? Хватит бродить Оставайся в защите Это тотальный футбол, урод Всё наоборот Может, нам лучше играть в десятерон? Он твой брат Хоть на поле он и дырка Но семья – это семья Ладно, вставайте В бой Спасибо, мам Заебал, Микки Вперёд, парни! Микки Микки, бей сюда Пасуй Микки, пасуй Микки, сюда, скорее Микки Микки Кретин Играть нужно Говнюк Ты говнюк Хорошая игра Душ Душ Нет, это уже жутко Том Чёрт Нет Нет, нет Всё не так, как выглядит Нет, Дебби Микки Микки Дай мне Дай мне, скорее Микки Микки Дай мне странный гель Коля, ты пялишься Я мог бы спросить тебя о том же Ты везде не был так внимателен Это ты дерьмово играешь Если бы не ты, мы бы победили Да что ты несёшь? Я просто сказал Все не так, как кажется Между нами Ничего не было Вы её муж? Да? Я был против Мне очень жаль Отлично Хорошо Так, подойди и развяжи меня Я не могу Слушай, я не знаю, на чём вы повернули Но это уже не шутки Да, изначально было не очень смешно Развяжи меня Я вообще ни хера не понимаю, что происходит Не понимаешь? Нет Тогда не мне рассказывать Довольно Подойди сюда и освободи меня Последний шанс Обещаю? Тогда уйду И не буду оглядываться А если нет? Я этот дом с землёй сравняю Вместе с ней, тобой Делай, как говорю Ты вообще знаешь, кто я? Я всё знаю о вас, мистер Магуэр Стой Не уходи Не смей от меня уходить! Не уходи! Бля! Ладно, ладно, не бойся Привет, Лилен Нужно что-то особое? Да нет, привет, милая Я не для себя Я привёл своего комрада На Что можно получить за 30 фунтов? За тридцатку идёт колумбийское рукопожатие или снежный ком Но за лишнюю десятку я могу добавить югославский четвертьфунтовый Он популярен среди молодёжи Да будет достаточно традиционного траховства гусена Ладно, иди Иди Ступай Тут всё такое милое Не спеши, Вернард Забудься и развлекайся Потом поговорим Как дела, Лилен? Хорошо, спасибо Как бабуля? Здорово Отлично Слушай Боже Мне очень жаль Жаль Фрэнк Мне нехорошо Думаю, тогда лучше завязывать Я знаю, что там кто-то есть Слушайте, простите Что бы я, по-вашему Что бы я не натворил Я сожалею Ау Прошу Мне нужно Бля Чёрт Чёрт Фрэнк Что сотрудник Собеса делает в кровати Дэбби? В идеале готовится начать новое время В которое помощь своим ближним, то есть тебе и мне, будет занимать важное место Что ты несёшь? Я попытался расширить его горизонт Ну и Сыпал ему пару ешек Что бы изменить его взгляды на жизнь Устроил ему мини-вудсток Добро пожаловать на остров Кайфа Оставьте свои стереотипы на входе И это сработало? Да нет Ладно, я облажался Мы в дерьме Это уже не смешно Нам не просто урежут пособие Мы можем угодить в тюрьму За такое не сажают Тут куча ищеек И они не церемонятся Я серьёзно Нас ждёт Стрэндж Вейс Опять Ни за что Я не могу в тюрьму И самому не хочется оказаться Стивом МакКуэном К тому же у нас заберут детей Попрощайся с малышкой Стеллой Домом и всем прочим Нужно что-то предпринять У нас есть выход Под нашей крышей Лежит вон там, в кровати Тут льготник Это простая математика Он одинок Его бросила жена У него был день рождения Он очень уязвим Нужно выказать Ему немного Заботы И Внимания Немного любви Тогда он выкинет отчёт И мы продолжим Веселиться К чему ты ведёшь? Мне просто кажется Что нужно Появить смекалу Может Ты Могла бы что-то сделать Будь с ним вежлива Задействуй женские чары И Всё такое Ладно Ладно Блядь Доброе утро, Патрик Прости, что я не смогла К тебе сразу зайти В церкви была ярмарка Люди притащили туда Столько всякого мусора Как спалось? Почему ты задаёшь мне этот вопрос? Я не понимаю Будто я заскочил в гости Кипит чайник Сраные сэндвичи с огурцом Изячно разложены на блюда Ты привязала меня к ёбаной кровати Серьёзно Не матерись Что тебе от меня нужно? Ты говоришь, что я должен понять Я не понимаю, какого чёрта тебе от меня нужно Ты обмочился, Патрик? Прости Такое бывает Нет, не бывает Только если безумная стерва Привязывает тебя к сраной кровати Такое бывает Людей находят в луже экскрементов Синими, безжизненными Такое бывает Такое бывает Я могу облегчить твоё положение Я могу тебя помыть Наверное, тебя уже мучает сильная жажда Хочешь выпить? Если не ответишь, не принесу Стакан воды, Патрик? Да или нет? Да Хорошо, тогда ты должен кое-что сделать для меня Ты поёшь? Что? Наверняка поёшь Ирландцы любят петь, верно? У них чудесные голоса? Или это расистское предположение? Откуда мне будет знать? Что тебе сказала Промат? Прости Мне очень жаль У меня неважный день Такое бывает Ты видел мюзикл Бакси Мэллоун? А что там? Я видел фильм Да, конечно Там была песня Мы могли стать кем угодно Мне кажется, она уместна Можешь сделать мне одолжение? Спой её Я не знаю слов Ну, конечно Погоди Помогу с началом Я просто прошу тебя спеть, Патрик 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 Сэнк Пой Я тебя не слышу, Патрик Он нюхал твои трусики? Нет, я не говорила, что он их нюхал Но понюхал бы, если бы ты не вмешалась Я бы заяву на него накатала Но это я Возможно, он всё ещё тебе нравится Заткнись Ну, когда ты собираешь сказать, что получила повышение? Я думала, это лишь моё дело Как ты это провернула? Усердный труд Прилежание Да, да Думаешь, я хочу провести остаток карьеры в этой дыре? Я сделала выбор Иногда жизнь не оставляет вариантов Пока не забыла Тебя вызывают к начальнику Зачем? Не могла сказать раньше? Да, пожалуй, могла Я могла бы каждое утро выдавливать зубную пасту на твою щётку Греть твои тапочки Подтирать тебе зад И держать тебя за руку Переходя дорогу Но это не моя работа Вы слишком долго тянули меня на дно, лузеры Отрасти мозг И сам всё сообрази Ладно До встречи Я скоро уйду Мне очень жаль Не переживай Всё нормально? Нет Я не хотел навязываться Это с тобой никак не связано Всё хорошо Всё хорошо, не переживай Он явно псих Крыша быстро едет Я-то знаю Он мой брат Мама взбесится, если вы его выгоните Оно того не стоит У меня есть один коллега Он едва ходит Но не откажется поиграть Отправим Микки на скамейку И проблема решена Да Проблема решена Слово, у нас тоже проблемы Что? Либо мы пойдём в дорогой французский ресторан, где все задирают нас Либо выберем дорогой итальянский ресторан Жизнь прямо-таки полна трудностей Хм Сарай? Ничего Ну,кифер Смотри, если хочешь Фуков Иди нахер. Меня это не напрягает. Питер. Я знал. Карл! Не подходи ко мне, псих ебаный. Погоди. Бля, Микки, ну что ты творишь? Что? Это вышло случайно. Я поскользнулся. Да, да. Да, не останавливайся. Ты прекрасна. Ты не обязан так говорить. Но это правда. Прости. Просто ты правда прекрасна. Полагаю, ты знаешь, в чём дело. Да. На некоторые вещи мы смотрим с неодобрением. Можно я объясню? Во-первых, мы всё-таки знакомы. Мы встречались. Да, я признаю, если вспомнить, как всё произошло, ей было 15, когда мы познакомились. Но я ничего не делал. Она подтвердит. Да, формально я вошёл без разрешения. И кому-то это может показаться взломом, с проникновением. Но я просто хотел положить шоколад в ящик. Затем я подумал, нет, это вторжение в частную жизнь. Лучше засуну его под кровать. Затем я зацепился за трусик и... Вуаля. Трусики? В смысле, в спотни? Да. 15-летней девочки? Нет, Дэбби теперь 16. Почему она сказала, что ей 15? Я не знаю, кто она и о чём ты вообще говоришь. Я хочу обсудить обстоятельства, при которых Стэнли Уоттерман угодил на долгий больничный. Мы получили рапорт о происшествии. Нам кажется, он является основанием для дисциплинарного взыскания. Вы получили рапорт? Иногда жизнь не оставляет вариантов. Откровенное злоупотребление должностей и ресурсами. Но, может, лучше расскажешь свою историю. Она кажется поинтереснее. Итак, жила была 15-летняя девочка. Ёб твою мать. Пара жуликов угодила в тюрьму на 15 лет. Я... Прощай. Постой, постой. Что случилось? Наше дело исчезнет за каким-нибудь ящиком. Серьёзно? Гениально, Моника. Просто гениально. Как ты его убедила? Думаю, лучше не углубляться в мерзкие детали. Какие мерзкие детали? Ты меня понял. Я попросил тебя поговорить с ним. Ты сказал, чтобы я была с ним вежлива. А о чём ты вообще? Эй? О, нет. Скажи, что ты не встала. Это была твоя идея. Нет. Нет. Не трогай меня. Не подходи ко мне. Наверху. В моём же доме. Ради сраных пособий. Ради пособий, Моника. Даже шлюхам хватает ума заниматься этим за наличку. Не смей сваливать всё на меня. Не начинай. Ты сам сказал, ты этого хотел. Да, да, конечно, конечно. Да, именно этого и хотел. В 16 лет, когда мир лежал у моих ног, я сказал, я хочу 9 детей, дом, который будет разваливаться, жену, которая покинет меня ради другой женщины, вернётся, а затем опять начнёт мне изменять. Да, это то, чего я хотел. Да. Я очень этого хотел. Нет. Отъебись. Я на коленях молился. Прошу, исполни моё желание Всевышней. И он его исполнил. Жизнь с тобой – это просто рай. Каждый день. Каждая секунда. Каждый вдох. Просто, блядь, небеса. Я сделала это ради тебя. Ради семьи. Не надо, Мон. Просто. Не надо. С этих пор, Моника. Просто. Не надо. Ладно? Все хорошо, Пэдди. Все хорошо. Ты в безопасности. Мими, мне очень жаль. Все будет хорошо. Нет, Мими, нет. Я запутался. Я был глупый. Мне нужно измениться. Наша жизнь, наш мир. Что-то нужно менять. Я забыл. Я забыл, как ты для меня важна. Я люблю тебя очень сильно. Знаю, Пэдди. Знаю. Я даже... Я даже не помню, как я сюда попал. Тебя нашли у дороги, полумертвым. Не буду мешать тебя осматривать. Нужно сказать мальчикам, что ты очнулся. Мне кажется, время пришло, Патрик. Продолжение следует... Моя дочь Патрик, Рейчел, это было несколько лет назад. Ближе к концу она выглядела иначе, когда ею загладел героин. Морин. Всего 18 лет. 18 лет. Это ерунда. А что хуже всего, я пошла в полицию. И даже если бы они сумели наскрести улики, ты бы вышел намного раньше. Я прекращу. Богом клянусь, я прекращу. Даже если бы я тебе поверила, это ничего бы не изменило. Мы должны отвечать за свои решения и за свои поступки. Нет, 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 нет. Нет, только не, это прошу. Я была медсестрой, всё нормально. Я знаю, что делаю. Нет, нет. Отстань. Нет. Тебе лучше не дёргаться. Нет. Вот так. Возможно, тебе стоит опробовать свой товар. В конце концов, ты же не возражал, чтобы его пробовали другие. Я тебя прикончу, сука. Блять. Тихо. Мне наплевать. Кэрри уехала, и ты собрался. Смогу сдать ещё одну комнату. Ты знаешь, что ты будешь по мне скучать. Нет, серьёзно. Ты мне всё равно надоел. Думаю, дело в акценте. Давить на уши. Мы уже начали отдаляться. Такова жизнь. Хотя бы обнимешь? Как хочешь. Мне всё равно. Я буду сильно скучать, приятель. Я не знаю, что сказать, дружище. Постволи! Береги себя, Карл. Скотина! Первое новое сообщение. Дэбби, это я, Том. Я не успел попрощаться, но я должен тебе кое-что сказать. Я понял кое-что важное. О жизни. О Чатсфорте. И о тебе. И это меня потрясло. Дэбс, пожив здесь, я понял, что я очень люблю... плевать. Плевать. Девушки отдыхают Я буду зол, если придется лететь домой на твои похороны Карл Галагер! Карл? Это ты там? Погоди! Как красиво! Какого? Я буду твоим лучшим другом! Что? Если ты никому не скажешь, я буду твоим лучшим другом! Я серьезно, мой отец умрет с горя! И мама! Или они убьют меня! Я что угодно сделаю, прошу! У меня есть диски! Все лучшие фильмы! Крепкий орешек и все такое! Бля, Микки, да мне насрать! Просто жаль, что ты плохо играешь! Не нужно на нас бросаться! После отъезда Иоанна мне было очень одиноко! Микки, я никому не скажу! Но это не значит, что мы будем друзьями, ладно? Прости! А диски? Сколько их у тебя? Две сотни! Может больше! Я изучал кинематограф! Парнушка есть? Куча! Помощь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моника, закрой за собой дверь. Я знал еще одного парня, Данкона. Он был настоящим кошмаром. Однажды он ограбил почту. Уезжая на полной скорости, он сбил собаку. Никогда не видел такого горя. Ведь он зарезал свою мать. Серьезно. И он рыдал из-за сраного пса. У каждого есть предел, после которого жизнь меняется. И ты осознаешь, что все иначе. Пути назад нет. Иногда к подобному принуждают другие. Или происходит что-то внутри. Этого не предвидеть. Пока не шарахнет. Что мне с ним делать, Пек? Иэн! Да. Это Дэнни. Бля. Папа вернется. Конечно. Это же наша годовщина. Он пройдет по разбитому стеклу и проплывет семь морей. Привет, дорогуша. Пора заканчивать. В чем дело, другая женщина? Зачем ты ее выкопал? Мы снимаем свое порно. А-а-а! Переведено и озвучено студией «Фокус» при поддержке рекламного агентства «Резолюшн» в 2017 году. Редактор субтитров А.Семкин «Фокус»